Здорово, это Шамшурин, и это видео о том, как делать девушкам откровенные комплименты, от которых эти девушки будут просто в восторге. Итак, значит, смотри, суть проблемы в чем? Что для того, чтобы сблизиться с женщиной, для того, чтобы заняться сексом, мужчина должен обойти определенные препятствия. Это некие барьеры, это возражения, это проверки, это какое-то сопротивление и так далее, и так далее, и так далее. Это некая игра, и эти проверки и возражения – это часть этой игры. И хочешь ты этого или нет, это биология, это природа, то есть она сама так все создала, поэтому ты от этого никуда не денешься. Есть определенная часть мужчин, которые возмущаются, опять же, они скрипят, и они злятся, они сетают на судьбу, они обижаются на женщин, потому что так проще. Так проще включить в себе маленького мальчика и начать обижаться, злиться туда, что что-то не вышло. Но глупость в том, что у этого всего есть определенные правила. Это не рулетка, это не повезло, не повезло. Это не какая-то случайность, все, что там не получилось с понравившейся тебе женщиной, особенно если она приходит к тебе на свидание, значит, она готова с тобой сближаться. В этом виновата только то, что ты не знаешь правил этой игры. И глупость в чем? Что вместо того, чтобы изучать эти правила и понять, как все работает на самом деле, эти мужчины начинают злиться, обижаться, топать ножкой и говорить, что все плохо, мир злой и так далее и тому подобное. И эти правила, независимо от того, как ты к ним относишься, они существуют. Это те же самые законы физики, только применимые к человеческому общению. Если законы физики существуют, нарушить их не получится. Если их соблюдать, значит, все будет хорошо и безопасно. Здесь то же самое. Для того, чтобы сблизиться с женщиной, тебе нужно, во-первых, тебе нужно понять вот эту женско-мужскую психологию. Во-вторых, нужно узнать о всех женских страхах и что с ними делать, как их утилизировать, особенно один самый важный страх. Нужно обойти все препятствия и возражения. Нужно обязательно сложить с нее ответственность за секс, потому что это то, чего она просто не приемлет. Нужно донести до нее и вербально, и невербально, как угодно, что секс это прекрасно и что секс с тобой это еще более прекрасно, несмотря на то, что она и так сама все это знает. Как бы она знает, но она хочет, чтобы ты поиграл с ней в эту игру. И если ты не будешь играть в эту игру, если ты не готов играть в эту игру, если ты не знаешь правила и как на самом деле все работает, то ты будешь просто в пролете каждый раз снова, снова и снова. Ну и к чему я, собственно говоря, часть этой игры это научиться правильно говорить о сексе. Мужчина должен этому научиться. Правильно это значит своевременно, это значит используя правильные слова, это значит складывая с девушки ответственность и много-много чего еще. И, конечно же, женщина все время будет в ответ на это говорить, что мы мало знакомы, я пока не готова, ты слишком торопишься, я думала ты хороший, я думала то-то-то. То есть это тоже правило игры. И здесь это нужно прекрасно понимать. Но как ты будешь говорить о сексе, если для тебя произнести слово секс в компании незнакомой или малознакомой красивой девушке, которая тебе нравится, это просто смерти подобно. Для тебя это практически нереально. Причем есть такая корреляция, что чем больше естественно, как и везде, чем больше женщина тебе нравится, тем страшнее тебе с ней заговорить о сексе. Но поскольку ты мужчина, ты должен будешь проявлять инициативу, так уж создала природа. И ты должен будешь, скажем так, не просто разговаривать о сексе, а еще и убеждать девушку в том, что разговаривать о нем нормально, заниматься им нормально и заниматься им с тобой, это то как раз, что нужно ей по жизни. Для этого на моих тренингах, собственно, есть задание, которое называется сексуальный комплимент. Оно очень сильно раскрепощает, оно вполне себе безобидное. То есть, как оно выглядит? Ты подходишь к девушке при знакомстве, ключевое, что это нужно делать уже в момент знакомства, и говоришь там девушкам, ей и следующим остальным сексуальные комплименты. То есть, ты используешь такие слова, как сексуальный, возбуждающий, чувственный и так далее. То есть, допустим, ты говоришь, у тебя очень такой чувственный взгляд, у тебя очень чувственные губы, у тебя очень сексуальная улыбка, у тебя очень сексуальная, хотя как-то звучит сексуальная Я бы вообще начал бы угорать на твоем месте, говорить, что у тебя очень сексуальные ключицы, вот особенно правая мне нравится, она как-то более интересная и так далее. То есть сексуальный взгляд, сексуальная походка, сексуальные ноги, вот именно это слово. И вопреки кошмару, который у тебя в голове сейчас происходит, что типа как это так, я буду это делать, девушки реагируют на это более чем позитивно. Если ты нормально выглядишь, нормально себя подаешь, во всем остальном ты делаешь все правильно, что на комплименты такого рода 19 девушек из 20 будут реагировать более чем адекватно и даже, может быть, им будет где-то приятно, они будут возбуждаться, им будет нравиться, они будут улыбаться. То есть, ну, как бы, что в этот момент происходит с тобой и с девушками, для чего это задание? Значит, для чего она девушка? Когда они слышат от тебя эти слова, они думают, у них наконец-то щелкает голову, они думают, наконец-то это нормальный парень, нормальный мужик, с которым будет продолжение. Она, ввиду того, что у нее есть страх показаться излишне доступной, естественно, не будет проявлять инициативу сама, но это редко происходит. Ей хочется, чтобы мужчина ее проявил. Но ей уже надоело ходить с тобой по театрам и с другими мужиками, по кино, по выставкам, по музеям, в десятый раз там встречаться и так далее. Она хочет, чтобы у вас был секс. Это нормальная биологическая природная потребность каждой женщины, как и каждого мужчины. И когда она слышит от тебя сексуальный комплимент, она такая думает, вау, круто, наконец-то смелый мужчина, который правильно, ну, как бы, прямо говорит о своих намерениях, пусть даже через комплименты. И даже, может быть, она и проверять тебя в этот момент не захочет. То есть, для нее это дополнительный интерес к тебе. Что это дает тебе? Ты, в свою очередь, когда делаешь эти комплименты, ты получаешь позитивный опыт подкрепления того, что девушки реагируют на эти слова хорошо. То есть, это тебе пригодится, потому что с первых секунд знакомства ты уже, как бы, показываешь свои намерения. Ты уже учишься говорить о сексе, ты уже прощупываешь то, насколько эта девушка на эти фразы реагирует. И, соответственно, это тебе дальше поможет на свиданиях с ней сблизиться. Это для тебя некий такой зеленый сигнал светофора, что, вау, круто это работает. Вот такая вот история. То есть, это упражнение, которое воспринимается и девушками, и мужчинами хорошо. И несет и в ту, и в другую сторону свой положительный эффект. И, сделав это упражнение тебе дальше, потом на свиданиях, как я уже сказал, будет намного проще ее убеждать, уговаривать, если это слово вообще сюда подходит, обходить ее проверки, доносить до нее, что секс с тобой, это очень-очень-очень круто. И самое главное, безопасно, не в смысле того, что есть контрацепция, а в смысле того, что в этот момент ты не будешь считать ее доступной, легко доступной женщиной. А сейчас, на данный момент, пока ты сам боишься произносить это слово, о каком сексе, задумайся вообще дальше с этими девушками, может идти речь. Ты надеешься на чудо, чудеса, они происходят только в сказке, пожалуй. И сейчас это выглядит у тебя так, как будто ты продавец, который боится произнести слово «купите». Это так же глупо и так же нелепо. Мужчина, боящийся говорить о сексе, так же глупо выглядит, как продавец, боящийся произносить слово «купи». И, конечно же, это не самое первое задание моих тренингов, в частности, марафона, о котором я тебе сейчас буду рассказывать, и ты уже через минуту узнаешь, как выполнить это упражнение и получить результат незамедлительно. Есть другие, намного более легкие задания, с которых все начинается и все идет по нарастающей. Но, когда мы обзванивали у людей после новогодней распродажи, выяснилась такая история, что большинство из них не выполнили либо вообще ничего, либо выполнили только первое, второе, там, привет и комплимент. Самые простые, причем сделали это в маленьком количестве, уже получили какой-то отклик от девушек, они говорят, да, нам улыбались, они классно реагировали, но им не хватило мужества, не хватило состояния, не хватило поддержки для того, чтобы сделать дальше. И прям чуть-чуть надо было пройти подальше, и было бы очень круто. И я все новогодние праздники думал, как же помочь тебе выполнить упражнения и задания моих тренингов, сделав их самыми простыми. То есть я оставил всего 10 упражнений, которые легко и просто выполняются. И, соответственно, придумал, как помочь тебе на расстоянии выполнить их. Фишка в том, что когда на мои тренинги живые приезжают люди даже с других континентов, стран и городов, они приезжают туда вот зачем. То есть мои слова, мой голос, мое участие, мое присутствие, оно заставляет их делать то, что они не могли делать самостоятельно. То есть оно их вдохновляет, мотивирует, где-то даже заставляет или ставит какие-то рамки, но так или иначе у них там есть действия только потому, что я нахожусь рядом. Если что-то у них не получается там в полях, я также своим голосом, своим участием, своим присутствием, внушая им правильное состояние, делаю так, что их отпускает, и они потом начинают делать, 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 несмотря на ошибки. И у них сразу же каждый раз получается какой-то офигенный результат, о котором они хотели. Так вот, я придумал, как помочь тебе на расстоянии. С 14 по 23 февраля я проведу онлайн-марафон, который называется «Шамшурин всегда рядом». Это практический онлайн-марафон по знакомствам. Это марафон, который позволит тебе наконец-то уже от теории перейти к практике, к действиям и, соответственно, к результату. В чем суть, что люди часто себя обманывают. Они покупают, например, эти курсы с распродажи, диски там и так далее, книжки, и говорят себе, ну я же купил, я же читаю, я же смотрю. Ключевое в моем учении, в моей системе – это действие. Если ты не будешь воплощать это в действие, то ты не получишь результат. Для того, чтобы помочь тебе, тебе нужно правильное состояние, тебе нужна моя поддержка, и все это будет в этом марафоне предостаточно. За 10 дней ты получишь миллиард тонн моей поддержки. Я буду присылать тебе голосовые сообщения на твой телефон утром, днем и вечером. С помощью голоса я замотивирую тебя пойти в поля, сделать задание, не уходить оттуда раньше времени, объясню тебе все, что может быть, все, что не может и так далее, и так далее, и так далее. Самое главное, что у тебя будет полнейший эффект присутствия, что я нахожусь рядом с тобой. А это ключевое, что тебе не хватало раньше для того, чтобы делать и воплощать это в практику. Я буду тебя мотивировать, вдохновлять, ругать, уговаривать, заставлять. Волшебные пиздюли от Шамшурина приедут к тебе в твой город с доставкой на дом. Мои живые тренинги, либо индивидуальные тренинги, они тем и хороши, что я постоянно поддерживаю своих учеников. Помимо того, что я присутствую рядом, я им звоню перед полями, во время полей, после полей и так далее, и так далее, и так далее. Мой голос мотивирует их это делать. И в этом марафоне как раз суть марафона в том, что я буду делать то же самое. Это полноценная голосовая инструкция на каждый день со стопроцентным эффектом присутствия Шамшурины рядом с тобой. И теперь этот марафон доступен тебе в твоем городе. То, что ты не мог делать до этого, ты сейчас легко сможешь сделать, потому что наконец-то появилась идея, как телепортировать мою поддержку тебе в твой город туда. Ссылка под этим видео с 9 по 13 числа бронь мест открывается и 14 мы стартуем. Успей забронировать себе место. Все, пока, увидимся на марафоне.